Ну что, выжившие? Мирный атом, применённый не в мирных целях, нынче в тренде, не так ли? Тема, конечно же, нихрена не смешная, но людей будоражит и интересует. А потому мы решили тоже сесть на этот хайп-трейн, но по-своему. Вам ведь известна серия Fallout? Да-да, та самая, где постапокалипсис, чёрный юмор и огромный простор для ролевого отыгрыша. Однако всё это — запоминающиеся элементы, что сделали видеоигру культовой. Но, к великому сожалению, именно ими сегодня игра похвастать не может. Современный Fallout — не та ролевка, про которую мы с таким упоением рассказывали в видео о взлёте жанра RPG. Мы — это Иван Косолапов, Антон Киреев и монтажёр Денис Захарьев. В том же составе сегодня наша троица поведает вам историю взлёта и упадка некогда великой франшизы. Ожидайте дилогию. Первое видео будет посвящено в основном приятным моментам из биографии Фолоча. Как создавали оригинальную дилогию, чем она примечательна, из-за чего третья часть не снискала любви у фанатов, а также почему Нью-Вегас настолько прекрасна, что следовало на ней или закончить, или отдать права разрабам из Obsidian. Ну что, ребята, вы на радиоактивных пустошах IGM. Надевайте силовую броню. Нам предстоит немалое путешествие. Погнали! Идея создать Fallout зародилась в голове геймдизайнера и программиста Тима Кейна случайно. То есть, как таковой, идеи вообще не было. Тим просто делал свой движок. Боссы студии заметили это и предложили геймдизайнеру реализовать двигло в рамках какой-нибудь игры. Какой? Над ответом на вопрос думали долго. Одним из результатов раздумий была идея, в которой главный герой попадает из настоящего в прошлое, убивает предка всех людей, потом летит в космос, каким-то образом попадает в будущее, где за главных теперь динозавры, оттуда возвращается в наше время и... банально спасает свою девушку. Да, звучит фантастично глупо, но я бы сыграл в нечто подобное. Однако не судьба. В конечном счете авторы выбрали мрачную историю в постапокалиптическом сеттинге. Вдохновение для геймплея и атмосферы было найдено в играх XCOM, Wasteland и Ultima. От первого разработчики взяли наработки для боевки, от второго антураж мира после ядерной войны, а от третьего отыгрыш и систему морали, которую решили похерить к чертям собачьим. А чего нет? Постап, твори чё хочешь. Такое решение позволило игре качественно выделиться на фоне морализаторского детища Ричарда Гэриота. Ещё немного о Wasteland. Авторы не просто вдохновлялись игрой, а хотели сделать её продолжение. Проволочки с покупкой прав убили идею ещё в самом начале, а потому пришлось искать дополнительные визуальные референсы, чтобы сохранить дух погибающей цивилизации, но сотворить нечто своё и не казаться вторичным на фоне игры 1986 года. Эти самые референсы были найдены в фильмах «Безумный Макс», «Парень и его пёс», «Запретная планета» и «Город потерянных детей». Если вы смотрели хоть одну из этих картин, то уже прикидывайте, что там для себя нашли авторы. Бесконечные пустоши из первых двух, лучевые оружия и нелепые роботы из третьей, а также странные паровые технологии и монокли, соседствующие с современными разработками и с последней. Такой микс уже не напоминал что-либо из имеющегося на рынке, из-за чего инвесторы даже не знали, как относиться к идее. Благо, что в прототипе 1994 года глава компании-издателя Брайан Фарго разглядел что-то, что его заинтересовало. Лишь благодаря ему небольшая группа разрабов получила зелёный свет от Интерплей Интертеймент, хотя тогда издатель даже именем группу энтузиастов не наделил. В то же время сами энтузиасты с большой скоростью наделяли свои идеи вполне понятным лицом. Узнаваемая и недорогая музыка The Ink Spots для флёра 40-х-50-х годов и чрезмерно продвинутая атомная энергетика для свободы воображения. В результате получился мир, где атомную бомбу человек может в прямом смысле нести на плече, в то время как его левитирующий робот-помощник тащит ещё с дюжину таких же. Однако сесть за компьютер и запустить Ведьмака Третьего человек не сможет. Пекарни там, то ещё говно на лампах. Дополнительно к этому игру наделили глубокой системой отыгрыша. Авторы, в общем, и Тим Кейн, в частности, были большими фанатами настольных ролевых игр. Они вознамерились перенести в виртуальное пространство правила настолок. Но та же D&D сразу отпадала. Её кодекс подходил для фэнтези, но не для безрадостного будущего нашей реальности. Ну или чего-то на неё похожего. Поэтому было решено взять другую популярную систему — Гурбс. Она подходила для всякого антуража, а ещё на неё имелись права. Когда первые работы по инкрементированию ролевой системы в игру были закончены, разработчики показали правообладателям тизер. Увидев, как некто в силовой броне пускает пулю в затылок беззащитного мужчины на коленях, а после совершённого ещё и машет в камеру, представители Стив Джексон Геймс, а Гурбс была их собственностью, пришли в ужас и расторгли контракт. Тогда команда Кейна в срочном порядке разработала новую систему, имя ей «Спэшл». Закончив работу над новой системой, мы поняли, что должны дать ей название. Поскольку наша задумка имела в себе силу, восприятие, выносливость, ловкость, интеллект, харизму и удачу, мы решили банально поставить слова в ряд и дать наименование «Асэллипс». Но потом пришёл Джейсон Свин, дизайнер, и сказал, что если немного поменять местами, то выйдет круче. «Спэшл». Всем этот вариант понравился больше. Никогда Джейсона не прощу. Тут, как в народной мудрости, не было бы счастья, да несчастье помогло. Технически «Спэшл» не отличалось от Гурбс. Всё те же очки навыков и распределение их по личному усмотрению. Отличия были среди доступных пунктов прокачки. В Гурбс их всего четыре. Сила, ловкость, интеллект и здоровье. Вот и думаете, геймеры скорее потеряли или приобрели. Мне кажется, второе. А ещё мне кажется, что разговор выше неплохо так мотивирует на самостоятельное создание игр. Знаете, всё это творческое самовыражение, проектирование чего-то нового и необычного. Интересно, не так ли? Если у вас появились схожие мысли, то предлагаем вам посетить YouTube-канал Романа Сокутина. Там Рома объяснит, как работать с Юнити, на какие подводные камни движка нужно обратить внимание и, в принципе, как войти в сферу IT. Автор не находится в вакууме и прекрасно понимает, что происходит сегодня, а потому подсказывает, что делать и как быть, если амбиции имеются, а реальность как-то неблагоприятствует. Если появились вопросы к компетенции Рома, то не беспокойтесь. Он один из преподавателей курса Юнити школы Я-Юниор. Образовательное учреждение, назовём это так, известно тем, что подготавливает профессионалов высшего класса. Обучение длится 11 месяцев. Легко не будет, говорим честно. Вас ждёт 80% практики и лишь 20% теории. Но если справитесь, помогут с трудоустройством. Заработная плата по специальности приличная. За год можно дойти до 160 тысяч рублей. Я-Юниор известна тем, что большинство её учеников устроены на работу, к которой и готовились. Если интересное народное мнение, почитайте отзывы. Да и, в принципе, ознакомьтесь с сайтом, с предложениями. Всё есть по ссылке снизу. Коль заинтересуетесь не на шутку, то вот вам промокод. По нему получите скидку в 30%. Дерзайте, а мы продолжим мотивировать вас стать разработчиками видеоигр, рассказывая, как Black Isle сражалась со всем корпоративным миром, лишь бы остаться верной своему виденью. В 1996 году на прилавке легла Diablo от Метелицы. Игра настолько полюбилась прессе игрокам, что издатели наперебой начали делать свои ролёвки, напоминающие слэшер, но со специфическим лутом. Кроме того, Дьявол был многопользовательской изометрической РПГ, а Фолыч — одиночной диметрической РПГ. И, несмотря на столь явную разницу, издатель захотел кардинальной смены концепции. Благо, Тим Кейн настоял, и проект не пошёл на поводу моды. Игра осталась пригодна только для сольного прохождения, а ось Y, по которой шли стены строения, сохранила 45-градусный угол коси. Если вы не поняли, что я только что сказал, то лучше вбейте в интернете, в чём отличие изометрической проекции от диметрической. Эта тема инженерная, и несмотря на своё первое образование, я этого объяснять тут не буду. Хрон не резиновый. Нам важно знать только то, что подобная проекция помогала системе в вычислениях, немного разгружая её. Всё вышесказанное подводит нас к выводу. Оригинальная игра создавалась на основе проработанной ролевой механики, потому что главной целью тайтла было вовлечь игрока в новую вселенную. Игра не шла на поводу моды, это противоречило её идейному ядру. О каком сольном путешествии в погибшем мире можно говорить, если речь идёт о многопользовательской игре? Игра создавалась на энтузиазме при ощутимой экономии. Это вынуждало экспериментировать с геймдизайном и нарративом. Например, анимированные головы, что коммуницируют с игроком, по изначальному плану не были столь редки. Их должно было быть около 50. Однако временные и денежные траты в начале реализации идей заставили команду приземлиться. Поэтому в игре геймер видит около дюжины НПС, что имеют кукольное исполнение. Несмотря на всю мрачность, разработчики создали по-настоящему весёлую игру, чей юмор во многом строился на иррациональной дикости происходящего. И если оригинальный Fallout ещё толком не осознавал этого, потому что сами разрабы подобного эффекта не ожидали, то вот сиквел был сильно сконцентрирован на чёрном юморе, что только добавило шарма. Что такое Fallout? Это чёрный юмор и изоляционизм. Звучит угнетающе и скучно. Но когда люди играли, то они говорили, что процесс очень весёлый. И вот как это объяснить маркетологам? Те думали, что мы делаем мрачняк, который не окупится. Из-за этого игру чуть не отменили. Первый проект в серии создавался на протяжении трёх лет. Всё это время разработчики сражались то с личным водопадом идеей, то с начальством. При работе над сиквелом проблем подобного толка уже не было. А вот слаженная команда, горящая желанием создать что-то ещё по вселенной, была. Потому Fallout 2 вышел чуть больше, чем через год, сохранив и приумножив всё лучшее, что было в оригинале. Серия не имела большого коммерческого успеха, но заимела кучу фанатов как в среде обычных игроков, так и в среде критиков. Поэтому о видеоигре говорили, и популярность её росла. Казалось, куй железо пока горячо, но, как оно часто бывает, пришли финансовые проблемы. Студия-разработчик Black Isle закрылась, не успев довести третью часть до удобоваримого состояния. В истории она так осталась под рабочим названием Ван Бюрен. Президент Мартин Ван Бюрен, в честь которого и была названа игра на стадии продакшена, известен тем, что, выйдя из очень бедной семьи и с рождения не зная английского, смог выбиться и достиг огромных высот. От этого ещё лучше видна ирония, что игра, названная в его честь, выбиться к высотам не смогла. Более того, с неё начались тёмные времена истории серии, которые мы пропустим. А Fallout Tactics и Brotherhood of Steel вы можете почитать сами или найти тематические видео на ютубе, пока он не заблочен. Здесь же нам интересен только факт, что с ролевым отыгрышем и каноном вселенной эти подделки имеют мало общего. Трушную, ту самую Fallout, игрокам обещала вернуть Бетезда, которая приобрела права на серию в 2004 году. Понимаете теперь, к чему отсылало название этого раздела? И именно чудо не случилось. Когда в 2008 году беседка релизнула третью часть известного франчайза, ортодоксальные фанаты немного прифигели. Дело в том, что рекламная кампания игры была больше похожа на атомную войну, если приравнять информацию к бомбам, чем тайтл с ядерными осадками в оглавлении. Почему так? Потому что за два с половиной года до Fallout 3 беседка выпустила четвертую часть своей основной серии древних свитков – Oblivion. Она вышла неплохой, но такой же народной любви, как третья, то бишь Моровинд, не снискала. Игру критиковали за однотипные подземелья, малое разнообразие в геймплее и слабую проработку сценария. Ну и, конечно, эти потрясающие физиономии из редактора персонажа. Как о них можно забыть? Претензии не были беспочвенны. В Oblivion разрабы иногда настолько не парились, что копировали целые комнаты в подземельях. Геймер это заметил. Вина тут лежит на распределении кадров внутри команды. Когда художник занимается левел-дизайном, ничего хорошего не выйдет. Поэтому к началу разработки третьего Фолоча Тодд Говард решил пересмотреть место левел-дизайнеров в команде. Разработчики придумали свою систему построения уровней и назвали ее модульной. Мы рассказывали о ней в видео «Феномен Скайрим». Посмотрите. Если лень, то мы напоминаем. Авторы создавали несколько моделей, которые потом комбинировали так, как им вздумается. Это позволило из одних и тех же элементов создавать разные локации, которые спустя энное количество времени все равно надоедали. Геймер же не дурак, рано или поздно заметит халтуру. Первой игрой, созданной по принципу модульной системы, была третья Fallout. Она стала таковым полигоном, на котором беседка нарабатывала руку для Скайрима. То есть, понимаете, разработчики тренировались на проекте, который потом пошел на прилавки. Как вы думаете, что послужило итогом? Бесконечные пустоши, полные камней и однотипных остовов авто. Вот что. Игру могла спасти история и хороший геймплей, но тоже мимо. Бетезда тогда совсем не смогла в стрельбу, из-за чего игру даже обозвали Обливион с пушками. Центральный сюжет, хоть и имел несколько классных задумок, нивелировал все своим феерическим финалом. Дать однокнопочный выбор в конце многоуровневой ролевой игры, которая называет себя наследницей классики, такого от команды Тодда Говарда в 2008-м никто не ожидал, но именно это все и получили. И абсолютно никакой роли не играет ни сохранившаяся система спешл, ни удавшаяся атмосфера тотального пиздеца. Минусы закрывали плюсы, ведь беседка почти по всем опорным колоннам геймдизайна классической дилогии прошлась катком. Оригинальная и глубокая ролевая механика осталась, но ее ценность убирал сюжет квестов. Беседка сама создала моду и сама же ей следовало, не придумав ничего нового даже для проекта, которого публика ждала 10 лет. Ну ладно, вид сверху они поменяли на третье или первое лицо. Этого все равно мало. Тодд Говард всегда говорит, что его команда откровенные энтузиасты. Но отношение к триквелу Фоллоча, как к пространству для экспериментов в Эйме своей основной серии, говорит немного о другом. Ну ладно, атмосферу сохранили, хотя своеобразные вампиры, огромные роботы и... поселение детей ее чуть портят. Однако, если честно, в свое время даже они не помешали мне ощутить всю тяжесть бытия в постапокалиптическом мире. Насколько этот мир отличается от того, что создавал Тим Кейн с командой, я понял только позже, когда изучил историю игры подробнее. Тогда же я поиграл во вторую часть и понял, что не осилю ее. Слишком ньюфак. Однако глубина отыгрыша взяла за душу, и я, будучи подростком, начал забвенно мечтать о чем-то похожем только на новый лад. Какое счастье, что на дворе был 2010, и к релизу готовилась Нью-Вегас. Если тройка зарыла мечты фанатов на настоящее продолжение серии, то Fallout от Obsidian, подражая сюжету собственной игры, показал всем, что труп на самом деле далек от костлявой. Вырыл надежду из глубокой ямы и показал ей другую пустошь. Новый Вегас произвел настоящий фурор в фанатском сообществе. Это был старый добрый Фоллэдж с глубокой ролевой системой и, главное, настолько вариативным сюжетом, что действия игрока в нем реально влияют на мир и историю. Как так вышло? Ну, во-первых, сами разработчики, люди, знакомые с Фоллэджем, не потому что их руководство купило права на франшизу, а потому что эти же люди работали над прошлыми частями. Руководил процессом создания тайтла Джон Сойер, успевший отметиться в отмененный Ван Бюрен, а главным сценаристом назначили Криса Авелона. Именно ему мы обязаны за некоторые квесты второй части. Авторы понимали вайб классической идеологии довольно быстро отринули наработки беседки, вместо этого взяв кое-что из закромов Black Isle. Так они создали игру, которая также базировалась на идеологических столпах геймдизайна, актуальных для первых двух частей. Более того, кое-где проект обсидианов эти столпы усовершенствовал. Так, например. Огромную роль в геймплее играла ролевая система. Авторы ее усовершенствовали с помощью более проработанных диалогов. Они продумали последовательную методику подачи информации геймеру, здраво рассудив, что тому не обязательно знать лишнее, но необходимо сосредотачиваться на центральных для выбранного им направления моментах. То есть хочет игрок быть злым, он поведет разговор в эту сторону, а дальше NPC будет намекать на агрессивные способы закончить тот или иной квест. Разрабам сильно не нравилось упрощение диалоговой системы, которую те видели в современных играх типа Mass Effect или у себя в Альфа-протокол. Они решили пойти наперекор моде, сделав систему более сложной. New Vegas не был уж очень важен для Бетеста, а потому денег на него выделили немного. Это заставило команду больше вложиться в широту свобод для внутриигрового отыгрыша. Ситуации было меньше, чем в тройке, но решений у них было больше. Авторы понимали, что игрокам больше нравится ломать систему, чем подчиняться ей. Поэтому при разработке веток развития той или иной ситуации, они предполагали, что игрок пойдет по двум крайним путям — мирному и агрессивному, а также по серой зоне, в которой предусматривались возможности схитрить. Это подготовило проект к большинству неожиданных выборов, что делали геймеры. Флёр оригинальной диалогии никуда не делся. Третья часть переборщила с серьёзностью, а новый Vegas сумел вернуть и выдержать утерянный баланс. Так, например, наряду с жестокой трагедией «Убежище 3», где одна группировка вырезала всё население, игрок встречает откровенно китчевые сюжеты с парнем, выдавшим себя за учёного только с помощью лабораторного халата и очков, или с роботом-секс-работником в центре повествования. Этот сюр вполне в духе серии, ведь когда надежды уже нет и мир летит к чертям, что ещё делать, как только не позволять себе всё и не смеяться с этого? Вопрос, конечно, риторический. Кроме всего вышеизложенного, стоит отметить, как разработчики пришли к оформлению основного квеста. Тут они целиком взяли пример с классики и просто обернули рабочую схему в новый фантик. Ваш первый квест в игре, он же основной, найти людей, что пустили вам пулю в лоб и зарыли в могиле. Уже на первых минутах вы узнаёте вектор направления, он смотрит в сторону Нью-Вегас. Вы вольны сразу отправиться в город, а можете поговорить с людьми, которые дадут вам ещё информации об окружении. Цепляясь за всё новые и новые данные, вы будете утопать в дополнительных квестах. Но право плюнуть на всё и пойти в Вегас останется за вами. Такая свобода в рамках нарратива напоминает первую часть, где вы также могли выйти из убежища и сразу пойти к Некрополю, а могли зацепиться за случайный диалог и получить новую перспективу своего приключения. Вопрос, перспектива очень важен для разработчиков. Мало того, что геймплей теперь идёт от первого или третьего лица, так ещё и авторы ратуют за то, чтобы игрок имел право отыгрывать кого хочет, при этом не теряя в полноценности экспириенса. Герои в сияющих доспехах, равно как отпетый мошенник или полный нейтрал, должны иметь возможность полностью пройти игру. Что там говорить, если обсидианы запарились над тем, чтобы прохождение состоялось даже при условии, что все сюжетные персонажи будут мертвы. На этом моменте вы уже должны были заметить чёткую преемственность нового Вегаса от оригинальной диалогии радиоактивных осадков. И в этом, пожалуй, суть. Для разработчиков спин-офф не был полигоном для экспериментов, а был способом возродить и продемонстрировать людям наработки, которые когда-то так и не получили шанса выйти в свет. Так получается, что в ряду из четырёх игр, где три имеют номер, а одна нет, культовую фразу в начальной заставке достойны пускать не все. Ещё больше ирония в том, что слабое звено именно номерная часть. После выхода Нью-Вегаса фанаты было понадеялись, что беседка поучится у коллег и не повторит ошибок. Но, как показало будущее, слабых звеньев в цепи только прибудет. Но об этом мы поговорим во втором ролике. Пока что остановимся на возвышенной ноте. На ней же напомним вам о нашем телеграме, на который подписаться надо вот прям обязательно, а также прочих медиа. ВК, Твич, Дискорд и ТикТок. Если вы смотрите это видео на Ютубе, то оставьте лайк с комментом, это помогает в продвижении. Желаю вам не увидеть за окном настоящих радиоактивных осадков, не унывать и не болеть. Скоро услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok